В Уфе прошел первый этнофестиваль башкирского кумыса Яйляу. На него съехались лучшие кумысоделы со всех уголков республики. Гости фестиваля приняли участие в национальных играх и ремесленных мастер-классах. Как по первому взгляду отличить хороший кумыс и кто стал лучшим производителем главного напитка республики, знает Галин Заводникова. Сотни литров кобыльевого молока привезли в столицу республики из 23 районов. Первый этнофестиваль башкирского кумыса Яйляу – это не только праздник, но и конкурс кумысоделов. Каждый производитель представил свой продукт, которым гордится. А гости фестиваля смогли все попробовать. Альшеевский кумыс отличается от учалининского, Абзелилский тоже отличается от Аскинского. Наверное, для того, чтобы продвинуть наш настоящий башкирский продукт кумыс, мы привезли ее сюда в Уфу. На этническом подворье развернули настоящие юрты. Здесь можно было на себе прочувствовать быт башкирского народа. Примерить традиционную одежду, посидеть на коврах, отведать угощения и, конечно, послушать звучание национальных инструментов. Во дворе мастер-классы для всех желающих. Секреты ремесел по древним и современным технологиям передают гостям настоящие мастера своего дела. В столярной мастерской меньше, чем за час могут изготовить посуду, предметы быта или игрушки. Под присмотром педагогов за инструменты берутся и дети. Здесь можно освоить ткачи своего и лаковаляния, сшить нагрудники и другие национальные украшения. Из тонко выделанной кожи каждый гость за 10 минут сделал себе браслет. Кумыс придал силы участникам спортивных состязаний. Эта дубина называется на Сукмар или Хукмар по-башкирски. Раньше наши башкирские предки воевали с ними, ходили на медведя, на волка и, соответственно, очень успешными были войнами. У каждого мужчины башкира просто обязана была быть такая дубина. Сколько весит? Ну, вот эта весит 25 килограммов. Поднять такую дубину под силу не каждому, но башкирские батыры соревновались, кто дальше забросит Сукмар или кто быстрее пробежит кумысную милю, выпивая по 200 граммов главного напитка республики. А на фестивале еды Ашмаркет под открытым небом готовили блюда, кухонь разных стран и народов. Попробовать можно было как привычный плов, так и жареные ананасы. Тем временем экспертная жюри оценивала вкус и качество всего привезенного на конкурс кумыса. Кисломолочный продукт прошел лабораторное исследование и сертификацию, а его производители – тестирование на знание продукта и условия реализации. Гости выбирали кумыс, который им по душе, ведь у каждого свой вкус. Кто-то любит свежий напиток, другие – настоявшийся терпкий. Специалисты говорят, что хороший кумыс легко отличить, если покрутить его в бутылке. На стенках должен оставаться белый осадок. Победитель прошлого года кумысодел из Абзелиловского района говорит, что секрет его вкусного и полезного кумыса – ковыль, который растет в Зауралье. Трава, потом старание кумысоделов и башкирская лошадь. Вот этот коктейль и получается вкусный кумыс. Башкортостан занимает первое место по производству кумыса в стране. Только за прошлый год в республике изготовили 3200 тонн этого напитка. Поэтому продвижение бренда башкирского кумыса – одна из главных целей фестиваля. Кумыс как бренд, ради которого стоит приезжать в нашу республику, из-за рубежа в том числе, и из других регионов, чтобы попробовать наш напиток, попробовать Башкортостан на вкус. Лучшим в этом году комиссия признала кумыс из Альшеевского района. Но члены жюри отметили, что все участники представили достойный продукт. Галина Заводникова, Урал Шарипов, Россия, культура, Башкортостан.